Добрый день! Просили рассказать про торнадо. Я уже очень много говорила. Говорила о том, почему я живу в Аклахоме, которая входит в десятку самых опасных мест для поживания. И говорила о том, что... Не так хорошо, как я живу. Говорила о том, что мы входим в долину торнадо. И вот вчера снова, уже в третий раз на этой неделе, торнадо пролетело по нашей территории. И теперь вот небеса разразились таким ливнем. Очень надеюсь, что после этого ливня уже у стаканницы какое-то время будет спокойная ситуация. Вот у меня прямо море здесь разливанное течет. Вдоль дороги просто река. Просто река. В такие дни страшно заходить в мой огород, потому что смывает все на свете. Вот пойду после дождя смотреть, может, что-то смогу спасти. А на сегодня... А на сегодня просто... Видите, какое у меня болото встануло. А на сегодня просто сидим дома. Не поехали, естественно, ни в церковь, никуда на свете. Единственное, о чем я очень жалею, мы планировали пикник сделать за городом вчера по поводу 70-летия Победы. Я бы спела вам замечательное видео, потому что мы проводим очень интересно эти мероприятия, обрежаемся в защитную одежду, поем песни военные. Так сказать, немножечко соучаствуем в Великом празднике российском. В прошлом году я на 9 мая записала разговор с моей сестрой. Мы вспоминали нашего отца, который был участником Великой Отечественной войны. И я очень рада, что я сделала такую зарисовку, потому что, ну, вот есть в нас в россиянах Иван и Роцтва непомнящий. И я хочу, чтобы мои внуки знали, кто такой был их дед, где он воевал, как он себя проявлял. И очень рада, что я успела сделать прижизненные парочку сюжетов с другим воином и учителем, моим директором школы. У меня есть две зарисовки про него. К сожалению, он не дожил до 70-летия Победы. И очень хотел, очень хотел дожить. Ему бы было 90 только еще лет. Он хотел и до 90-летия своего дожить в декабре, которое, по-моему, должно было быть. И до 70-летия Победы, но не сложилось. Вот. Но мы с девочками все равно решили на неделе собраться, где-то за городом, провести пикник по поводу Победы. Победы для нас, это для всех величайший праздник. Я не знаю, есть ли какой-то россиянин, который бы не проникался глубиной патриотизмом в этот день. Я понимаю, что сейчас очень немного ветеранов той войны, потому что все-таки достаточно продолжительное время уже прошло. Но все равно видеть их, видеть их всегда очень приятно и очень трогательно. Мы вчера с девчонками по бизнесу, по моему, по-юсановскому, встретились в скайпе, обсуждали наши вопросы по бизнесу, что-то разъяснялось новому человеку. И, естественно, мы налили по рюмочке чаю для того, чтобы сдвинуть бокалы даже вот так виртуально и отпраздновать нашу победу. Как мы говорим, за нашу победу. И Лануся моя из Канады рассказала такую ситуацию про себя. Когда она была маленькой, совсем семилетней девочкой, ее отца откомандировали получать образование в Москву, там в Академии ФСБ. А там учились не только русские, там учились и иностранцы, и среди них были и немцы, которые являлись на занятия в своей национальной форме. И эта маленькая семилетняя девочка, увидев офицера немецкого, плювала на него. Мама бросилась извиняться, вытирать там его форму от этого детского плевка. А он, нисколько не оскорбившись, сказал, «Я теперь понимаю, почему вы выиграли войну». И я очень рада, что сейчас патриотизм в России расцветает. Я очень рада тому, что происходит великолепный парад, великолепная демонстрация мощи российской. И очень хочется, чтобы наш патриотизм не выливался в шовинизм. И для того, чтобы русские патриоты очень толерантно относились к другим нациям. А с вами была Галина Смит. Сегодня самый лучший день. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok